Типа людей опишем подробнее. Дети, которые должны стать учеными, у них есть определенный стиль поведения. Эти дети обычно не склонны к пышным, ярким играм. Они обычно очень задумчивые, неактивные физически, очень сильно активны интеллектуально, то есть они стараются все понять, много вопросов задают, как, что и как, зачем. Эти дети стараются во всем разобраться в жизни. Есть два качества, которые они проявляют с детства. Это правдивость и стремление к самосовершенствованию. Если ребенок проявляет эти качества, это значит, что он первая категория. Есть одно качество, которое надо помогать ребенку искоренить из этой категории, это гордость своими познаниями. Ребенок такой с детства уже считает, что он все знает. Почему? Потому что он с прошлой жизни много чего знает. Это знание не проявляется еще в нем, а гордость проявляется. Ее надо научиться вывести из этого состояния гордости с помощью бесед, общения, знаний и так далее. Тогда он разобьется, как человек первой категории, квалифицированный. Дети первой категории не склонны к насилию. Они не будут защищать себя в драке. Скорее, наоборот, они будут проявлять терпение. Эти дети, они не любят каких-то игр, в которых проявляется активность, детское насилие. Они любят различные кружки, в которых они что-то изучают, познают. Если этот ребенок не сильно физически силен, то не надо из него делать атлета. У него психика не работает в этом направлении. Скорее, ему хочется изучить что-то, понять. Это его природа такая. Картинка нарисовалась. Следующая картинка. Это ребенок, который будет кем-то управлять в жизни. Если ребенок... Ребенок — это всегда оплом, всегда эгоизм. То есть эгоизм означает благочестие с прошлой жизни. Оплом или мина самоуважения на лице ребенка указывает на его природу. Вот смотрите. Допустим, у ребенка оплом всезнающего. Он такой смотрит, что знает. Это значит, он первый категорий. Второй оплом — это оплом власти. Если вы видите маленького ребенка, и он смотрит на вас как начальник, это значит, что он второй категорий. Он такой... У него свое мнение насчет, на все есть. Когда он второй категорий, то он проявляет два качества основные. Первое — он хочет покровительствовать всем. И все даже с детства вступают под его защиту. Он объединяет вокруг себя людей, становится вокруг них начальником. То есть он ходит, всех командует. Если дети ему подчиняются, они с ними не подчиняются, они его враги. Он будет с ними воевать. То есть дети с этой категорией очень любят драться. Им хлебом не корми, надо бороться, драться, совершать, проявлять насилие, наказывать кого-то. Дети этой категории приносят много беспокойства окружающим людям, потому что они постоянно находятся в состоянии войны. Им нужно побеждать всегда. А девочки могут быть? Да, конечно. А как же? Точно так же. Просто до пяти лет нет отличий мальчики и девочки. Они все ведут себя одинаково. Девочки становятся девочкой позже. Девочка до пять лет вот этой категории может побить мальчика спокойно. С проблемой. Так ему влепить, что он отлетит, будет барахнуться. Причем знайте, что чаще всего девочки рождаются из мужского тела. И до пяти лет девочка до конца не понимает, что она девочка. Вот смотрите. Если девочка рождает, сразу нежная такая, ласковая. Это значит, в прошлой жизни она была женщиной. Ей несложно как бы развиваться как женщина. Но часто бывает наоборот. Девочка рождается, и она ведет себя как мальчик. Она со всеми дерется. Бегает быстрее мальчиков. Там смелая, очень отважная. У ней как бы нет проблем. Это значит, что она в прошлой жизни была мальчиком. Мужчиной. И только после пяти лет она начинает осознавать, что она в женском теле. Понимаете? А к восемнадцати годам уже не узнаешь, что девочку, которая была такая боевая, она всего боится, нежная, такая ласковая и так далее. Она вживается в женское тело уже. Понятно, да? Система. Итак, дети этой категории, они склонны защищать и наказывать. Это два проявления основные их поведения. Дети этой категории имеют склонность искать правду. То есть они не правдивые, а они ищут правду в поступках и событиях. И они очень отважные в своем сердце. У них отважное сердце, сильное сердце. Если дети первой категории имеют крупкое сердце, нежное сердце, отзывчивое, то дети второй категории отважное, храброе, сильное, непреклонное. Их очень трудно свернуть с толку. То есть если у них есть какое-то понимание вещей, очень трудно доказать, что это не так. Они будут отстаивать только свое всегда. И даже если вы их поставите на место, они по-своему все равно потом сделают. И только если вы докажете, что вы сильнее их, они тогда сдадутся. И будут вас уважать как более сильного. Но потом опять займут позицию старшего со временем. На время они могут согласиться с вами, уважать вашу силу, а потом опять нас за свою. Расскажу вам один случай из своей жизни. Я в детстве занимался самбо. И как-то на улице в дворе заломал мальчика, который младше меня на год. Сделал ему болевой, ему было больно, он плакал, я его не отпускал. В это время ко мне подошел другой мальчик, который был тоже младше меня на год. Он посмотрел на меня прямо в глаза, очень прямо и твердо, с благородством сказал, «Отпусти его». Когда я увидел этот взгляд и эти слова услышал, у меня все тело обмякло, и я отпустил этого ребенка. Я даже не пытался доказывать ему свою силу и свое превосходство. Я видел, что я не хочу с этим человеком бороться, потому что его воля к победе и решимость была сильнее моей, хоть он и был младше и меньше меня по росту. Понимаете, о чем я говорю? Его благородство и вот эта вот внутренняя сила остались в моем сердце, запомнил это событие на всю жизнь. Потому что только так можно управлять людьми. Когда человек имеет благородство и чистоту внутри, и эта чистая благородная сила, она очень сильно вдохновляет всех вокруг. Но у этих людей, этой категории, есть одна опасность. Они склонны к эксплуатации своих подчиненных. Так же, как в категории ученых, у них есть опасность вырасти гордыми своими познаниями. И знания используют не в целях развития общества, а в целях того, чтобы написать диссертацию, стать великим ученым, зарабатывать на этой науке деньги. Это не развитые ученые. Они не способны получить счастье от своей квалификации и достичь глубины в этом во всем. Те люди, которые честно стремятся к науке и хотят просто подарить людям знания, настоящее знание, они больше счастья испытываются от своей природы, чем те, которые на ней зарабатывают деньги. Точно так же, как ученые отоваривают свою науку, точно так же и правители отоваривают свою власть. Как вы думаете, правитель имеет право иметь власть? Да. А он имеет право использовать власть для того, чтобы стать очень богатым человеком? Я вам сейчас все объясню. Права правителя определяются в вашем сердце. Если в вашем сердце нравится, что человек имеет власть, разве это плохо? Разве это плохо, когда кто-то в государстве имеет полную власть? Это означает, что будет порядок. Это же хорошо? Или вам хочется жить, как в джунглях? А? Хорошо? Хорошо. А если этот человек с помощью своей власти пытается разбогатеть и делать страну нищей, это хорошо? Очень плохо. Теперь я вам открою один маленький секрет. Смотрите, интересно знать, что когда правитель высасывает все соки из страны, то она слабеет, как государство становится слабой. И слабое государство, что ему остается? Ему нужно принять прибежище у кого-то другого, для того, чтобы просто выжить. И если государство принимает прибежище у кого-то другого, то всегда есть противоположная сторона, которой это невыгодно. И дальше что начинается? А дальше начинается война. Понимаете, да, откуда берутся войны? Они берутся от того, что есть слабые правители, которые грабят свой народ. И когда в государстве сильный правитель, который устанавливает порядок, власть, и страна расцветает, становится могущественной, тогда она и защищена от войны. Потому что кто будет нападать на сильную страну? Кому это надо? Согласны? Попытайтесь в этом разобраться. Это очень важно. Как определить, насколько правитель благочестивый? По расцветанию нации страны. Если нация расцветает при нем, значит, он хороший. Если, наоборот, нищает, значит, он плохой. Итак, интересно знать, что правитель имеет право быть богатым человеком. Если он не будет богатым, он не будет влиятельным. Он должен быть настолько богатым, насколько это нужно ему для того, чтобы держать власть. Потому что кто будет слушать бедного человека? Кому он нужен? Понимаете? Богатство правителя должно быть обеспечено нацией. Эта нация должна хотеть, чтобы он был богатым. Правитель не должен вырывать свои деньги у народа. Это народ должен делать так, чтобы он был сильнее, крепче. Крепко стоял на ногах. Но деньги не главное для правителя. Если правитель живет для своих денег, для своего кошелька, он разоряет всю страну. А если правитель живет для страны, тогда что происходит? Тогда он сам богатеет, потому что нация богатеет. Понимаете? Происходит все вот так. И это касается также любого предпринимателя, который имеет свой коллектив, который руководит людьми, любого человека. Если он заботится о людях, вкладывает в них, обучает их, самое главное, какое образование людей? Профессиональное? Нет. Нравственное и патриотическое. Это самое главное образование. Если в стране растет патриотический дух и нравственная сила, то эта страна становится непобедимой. И самое главное правителю нужно это обеспечить. А потом все остальное обеспечится само. Если люди будут иметь патриотический дух, разве они не будут хорошо работать? Помните, как раньше песни-то звучали? Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Да? И посильней стучись, 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 стучись. Так, мы должны жить. Это правильно? Мы должны жить для Родины. Итак, каждый человек, который управляет людьми, он должен быть сильным. Должен уметь наказывать. Правитель должен быть сильным, непреклонным. Он должен уметь сражаться, наказывать. Должен уметь также прощать. Это его качество, правитель. Ребенок, который имеет эти качества, главное, чтобы он не был грабителем. Если вы видите, что он эксплуатирует своих друзей, тех, кто слабее унижает, пытается побить тех, кто беззащитен, наказывайте своего сына. Не жалейте для этого силы. Вы искорените у него в сердце эту неправильную позицию в жизни. Правитель должен быть благородным, должен защищать своих поддон. Стараться сделать так, чтобы они были счастливы. Но это не значит, что заниматься попустительством. Там, где нет наказания, нет порядка. Поэтому слово правитель на санскрите называется кшатрии. Корень кшат означает насилие. Если по-русски сказать, правитель на русский, по-русски переводится насильщик, не то, что он носит, а он совершает насилие над людьми и имеет на это право, которое мы в нем часто не признаем. Мы возмущаемся часто, когда правитель с помощью силы доказывает свою правоту. А как иначе? Знаете, как в Китае взятки искоренили? Взяли на площади, поставили несколько человек и расстреляли. Взяток нет. То же самое произошло в Арабских Эмиратах. Мне друзья рассказывали, чемодан посреди улицы поставить, никто не возьмет. Почему? Потому что очень строгие правила в этом плане. Нельзя брать чужое. Будет очень больно потом, на всю жизнь. Отрубают руки своим, чужим, те, кто воруют. Страшные вещи. Страшные при мыслях об этом, но не страшные с точки зрения законов и правил. Люди все ведут себя хорошо, хотя бы из страха. Вы можете поспорить со мной в этих вопросах, но я просто вас навожу на мысль, что правительство должно быть сильным, иначе не будет порядка. Это касается любого предприятия. Как вы думаете, с помощью, как правитель, управляющий управляет предприятием? Как он управляет? Какие две силы он должен иметь, чтобы управлять людьми? Управлять. Да, доброта и строгость, вы правы, это качество характера. Но если у него не будет первой силы соратников, которые верят в него и помогают ему, первая сила. И вторая сила, способность иметь нравственные и духовные ценности в сердце, и иметь миссию в своей жизни, то тогда люди не пойдут за этим человеком. Понятно, что в этой категории людей надо воспитывать? Способность вести за собой людей и иметь духовные ценности в жизни. Это главные качества, которые дают веру в человека. А людей за собой вести означает быть человеком слова, дело. Поэтому люди, которые управляют обществом, таких детей надо воспитывать, быть светскими людьми, учиться вести себя правильно в обществе, одеваться как положено, разговаривать как положено, изучать законы и так далее. Этот человек должен быть человеком общества. Если первый ученый, он человек идеи, он может непонятно, как одеваться, непонятно, как ходить, то второй категории — это люди должны иметь блестящее поведение, безукоризмную репутацию. Помните, характер энергетический, стойкий, порочных связей не имеет. Правитель не должен иметь порочных связей, иначе его вера в него будет таять у людей. Изупречное поведение. Итак, следующая категория. Дети рождаются, ведут себя иначе. Если вот этой категории второй ребенок рождается, и у него власть на лице, он как бы самый главный в семье. Ну что, пупсик такой, уже самый главный. Это значит второй категории. Но третьей категории — дети рождаются по-другому. Они смотрят на всех по-другому. В их глазах очень много любопытства и смекалки. Они знают, кому улыбнуться, кому подмигнуть. Они знают, с кем дружить, с кем не дружить. Уже с детства они проявляют эти качества. Они знают, куда поползти, куда не ползти. У них есть нюх. Там, где тепло и там, где холодно. Эти дети знают, когда сладости пекутся, когда нет. Они знают, как выманить сладости у мамы. Они быстро входят в отношения, эти дети, быстро заведят знакомства. И они очень хорошо понимают, как дружить с людьми. Увидели ребенка такого? Он очень такой смышленый. Знает, как своего добиться. Такие дети любят коллекционировать, копить что-то. Всякие марки, значки там. Обменивать. На значки лучше обманывать во время обмена. И плохой значок обменивать на хороший. И считать, что это заслуга. У этих детей есть два основных качества. Первое качество — это щедрость. Такие дети очень склонны дарить. Они любят дарить, кормить, заботиться о других. Это их природное свойство с детства уже. Они готовы что-то подарить любому человеку. И второе свойство — это копить. Они также склонны накапливать чего-то. Понятно, да? Если склонность накапливать преобладает, то такой человек становится неудачником. Он становится жадным бизнесменом, который всех обманывает и разрушает свои отношения. У меня есть один знакомый, который поставляет мне вот эти камни из Индии. Вот. И он мне рассказывал, что иногда его обманывают индусы. И как бы приносят ему не те камни, которые заявляют там. Ну, он покупает их, допустим, и его обманывают там на крупную сумму денег. Я тогда спрашиваю его, а как вы на это реагируете? Вы подаете в суд там или что вы делаете? Он говорит, а я ничего не делаю. Он потом мне сам отдаст свои деньги, если он не дурак. Мои деньги и заберет свои камни. Я говорю, а почему так? Он говорит, а просто я всем своим друзьям, которые в моем бизнесе находятся, об этом говорю. И знаете, что это значит? Что следующей сделки у этого человека не будет. Потому что там все друг друга знают о этом бизнесе. Они там много поколений там работают. И когда человек вдруг оказывается, что у него никто не покупает товар, ему объясняют почему. Он идет и все возвращает назад. И не нужно никакого суда и следствия. И точно так же у нас было в России буквально сто лет назад. Невозможно было делать бизнес, если ты не настоящий купец. Настоящий купец означает сказал, сделал. Никогда свое слово не отменял. Купцы свои отношения даже сто лет назад скрепляли просто своим словом. Им не надо было документы давать. Если ты слово нарушил, то твой бизнес будет уничтожен полностью. Слово «стереть порошок» означает «стереть надпись». То есть они писали на стенке, с кем они строят отношения, с кем нет. Или себя в петрадке. «Стереть порошок» означает мелом стереть просто эту надпись. Навсегда. То есть это значит, что человеку капец. Он никогда не сможет ни продавать, ни покупать. Понимаете, да, систему? У нас все по-другому. Почему? Потому что качества выродились. Нет настоящих купцов. Настоящие купцы – это люди, которые торгуют честно. И поэтому богатыми становятся. Потому что с ними хочется строить отношения. Ведь у того, кто занимается бизнесом, единственное богатство – это вера в него тех, кто с ним заключает отношения. Понимаете? А если в него веры нет, то до свидания – это богатство. Кто с ним будет строить? Потому что кому охота, чтобы его обманывали? Никому не охота. Значит ли это, что человек, который так действует, не извлекает прибыль? Конечно, извлекает. Но он извлекает ту прибыль, которая положена ему по судьбе. Эта прибыль не вызывает ни у кого протеста в сердце. Понимаете? И он с помощью такого правильного живет. Но есть один момент очень важный. Если этот купец просто зарабатывает себе на жизнь и строит себе домики в разных странах мира, он зря просто тратит свое время. Потому что его способности предназначены для следующих вещей, которые я сейчас перечислю. Почему бог его таким сделал? Первое. Для того, чтобы он спонсировал образование детей. Второе. Для того, чтобы он создавал сферу культуры в том месте, где он живет. Третье. Для того, чтобы он защищал бездомных, нищих и больных своими деньгами. И четвертое. Для того, чтобы он помогал создавать инструктуру в городе. Дороги, транспорт и так далее. И все это он должен делать бескорыстно. Просто для того, чтобы сделать людям счастье, сделать их счастливыми. Знаете, что после этого произойдет? Как вы думаете, серьезный человек будет смотреть на рекламу или нет? Для него это интересно. Но если серьезный человек увидит, что ты кормишь нищих, он с тобой познакомится, нет? Познакомится. Поверит тебе? Поверит. Потому что если ты сам отдаешь деньги бесплатно, значит, есть гарантия, что ты не будешь обманывать. Обманывать тех, кто не могут деньги отдавать. Разумные люди строят бизнес с теми, кто ведет себя благородно в жизни, кто способен заботиться о ком-то. К нему сразу же в сердце возникает предосположенность такому человеку. Видите, как себя торговец должен вести? Он должен участвовать в социальных проектах. Это самая лучшая реклама. Это сразу к нему предосполаживает, причем кого? Те, кто старше, прежде всего. Они ему дают дорогу в бизнесе сразу. Если бизнесмен участвует в патриотических проектах каких-то, ему сразу в бизнесе дается дорога. Он дает возможности развиваться. Конечно, есть и другие рычаги сейчас, которые преобладают. Это взятки и так далее. Настоящий бизнесмен знает, кому дать на лапу, кому нет. У него это тоже не отнято. Но это не является тем, что делает нас счастливыми. Он знает, как ему вести бизнес. Где платить налоги, где не платить. Но он никогда не должен приступать к черту дозволенного. Если он ее приступает, значит, что он просто жадный человек, и его бизнес будет разрушен. Поэтому в детях что надо учить? Обучать чему таких детей? Нужно обучать щедрости. Нужно обучать считать деньги. Обучать знакомиться, дружить и держать свое слово. Понятно? И не надо пытаться из них сделать ученых. Это бесполезно. Не надо ему высшую математику вдалбливать в голову. Ему достаточно простой математик, чтобы деньги считать. Такому человеку нужно знать языки. Это факт. Нужно знать экономику. Нужно знать политику. Нужно знать юриспунденцию. Но ему не нужно знать высшую математику. Зачем ему это надо? Калькулятором должен хорошо пользоваться. Следующая категория детей – это дети, которые стремятся к творческому труду. Они рождаются очень увлеченными. У них другой взгляд. Не такой вот, который все ищет, что обменять, купить, продать. А взгляд человека увлеченного. Он как бы чему-то хочет, чего-то хочет в жизни делать. Такие дети очень любят всякие конструкторы, всякие занятия, в которых они находят себе в жизни счастье. Им нравится что-то строить, мастерить, делать, возить, перевозить, еще что-то. То есть они постоянно заняты какой-то деятельностью, которая вызывает у них интерес. Не надо считать, что одна категория выше, другая ниже. Каждый человек очень ценен. Вот Микеланджело был, допустим, четвертой категорией. Он делал скульптуры, которые заполнил весь мир. А Суворов был второй категорией. Кто из них выше стоит, неизвестно. Они разные просто, понимаете? Лобачевский был первой категорией. А Савва Морозов был третий. Именно Савва Морозов был инициатором мощнейшего развития культуры в России того времени. Это его денег и идей, и желаний, рук дела. Это Станиславский, Немирович, Данченко и так далее. Величайшие люди, которые принесли культуру всему миру. Всему миру, не только России. Так что неизвестно, кто лучше, кто хуже. Нет смысла об этом рассуждать. Часто люди говорят, я хочу, чтобы у меня ребенок был ученым. Можете хотеть сколько угодно. Он все равно родился тем, кем он есть. И вы не переделаете это никогда. Если вы будете пытаться переделать, то ребенок будет пятой категорией. Пятая категория — это чаще всего в наше время. Я не знаю, чем мне заниматься. Означает, что вы отшибли ему мозги во время образования в школе. Вы его заставляете пятерки получать, двойки не получать. И он сначала пытался, потом устал, потом ему вообще все надоело. И когда он вырос, он не знает вообще, что ему делать. И он ничего не хочет. Он хочет только сексом заниматься, выпивать и играть в компьютерные игры. А теперь мне нужна ваша помощь. Я что-то самое главное сказал. А теперь, пожалуйста, ваши вопросы только по теме воспитания детей. Да? Если ребенок до 12 лет перебрал кучу всяких разных секций, кружков, это нормально? Это он как себя оброшел бы? Да, нормально. А более старшие, они будут... А вот то, что вы об этом говорите с раздражением, ненормально. Да? Четвертая категория предназначена для того, чтобы научиться найти свою специальность в жизни, творческую, труд. И здесь два качества очень важны. Первое качество — трудолюбие. Второе — смирение, подчинение старшим. Если человек имеет эту природу, и он бунтарь по природе, он не хочет на кого работать, он никогда не разобьется. Допустим, человек рисует картины, но он не хочет сотрудничать с тем, кто эти картины будет продавать. Он никогда не станет известным художником. Даже если он красиво будет рисовать. Потому что для этого нужен менеджмент. Нужна организация его выставок и так далее. Понимаете, да? А если он как бы жадничает и говорит, мне не нужны ничего, я сам рисую, сам продаю. Это значит, что он никогда не станет известным и развитым человеком. Понятно, да? Четвертая категория — это люди, которые должны уважать тех, кто организует их деятельность. Должны учиться подчиняться. В этом плане. Но они также должны ценить свой труд и любить свой труд. Сейчас, секундочку. Смешиваться не могут. Просто... Нет, не могут смешиваться. Да, микрофончик дайте. Давайте говорить в микрофон, потому что если кто-то здесь говорит, там совсем не слышно. Хорошо. Вот он организатор по природе, видите? Ну вот, например, у меня брат, он как бы бизнесом занимается. В принципе, подходит и первая категория, и вторая под черты характера. То есть вот в детстве он был бунтарем, там, хулиганил, сложный был ребенок. Но как бы всегда было свое мнение. Вы говорите сейчас о Кшатре, о правителе. Да. 100%. А, понятно. Все, спасибо. Чем бизнесмен от правителя отличается? Бизнесмен создает коллективы тоже и управляет ими. Но он-то управляет ими не словом чести и порядком, а просто выгодой. Эти коллективы быстро создаются, быстро разваливаются. В них нет стабильности и в них нет защиты, гарантии. Они просто вместе зарабатывают деньги и потом расходятся. А правитель, управляющий, не так себя ведет. Он создает стабильный коллектив и надолго. И принципы там отношений другие. Они основаны на чувстве долга, на законах каких-то, правилах. Понимаете? Там нет того, что типа заработали, разбежались. Там такого нет. И когда управляющий создает коллектив, то в этом коллективе есть четкое деление на старший и младший. А когда бизнесмен создает коллектив, там все равные. Ну, мужики, вы что? Ну, давайте работать. Можно вопрос? Да? Сейчас много развивающих организаций для маленьких детей, да? Для маленьких детей. Хорошо, а то мы перешли опять к людям, к взрослым. Да, для маленьких детей. А вот стоит ли маленького ребенка, допустим, годовалого или даже двухлетнего, ну, вводить в эти заведения? Нет, конечно. Маленький ребенок должен расти внутри семьи. Желательно до трех месяцев, двух-трех месяцев вообще ребенка никому не показывать, кроме родственников. Ребенок должен расти под защитой матери сначала. Лучше всего кормить грудью как можно больше. Если ваш ребенок будет кушать молоко материнское до трех лет, это не значит, что вы его не прикармите, вы прикармите, но он сосет грудь до трех лет как минимум, ваш ребенок будет чувствовать большую защиту в жизни. Он будет смелым, у него будет много защитной энергии. Если ребенок почти не пил грудное молоко, то защитной энергии меньше, будет больше беспокойств в жизни. А, я правильно понимаю, до пяти лет лучше ребенка не трогать, пусть он сам развивается? Не сам, а духовно развивается. Развивайте духовно его в своей семье. Ну да, в семье, в рамках семьи. В храмы его водите, в святые места возите, показывайте ему святые места. Ну, я имею в виду, не надо его учить, читать, писать. Учить, читать, писать надо дома. Английскому языку? Надо, надо. Ангельскому языку. Дома, да? Да, ну то есть в эти школы, которые, как ее сейчас называют, школы дошкольного образования, как-то вот эти все платные учреждения. Но ребенка до пяти лет надо учить духовному, прежде всего, духовному. То есть если там учат духовному, учат верить в Бога, там, какие-то возвышенные вещи, тогда хорошо вместе с ребенком туда приходить. Ребенка до пяти лет также надо учить, читать, писать, все это надо. Но это не является главным, это просто учить его жить. Учить, ориентироваться в этом мире надо. Обязательно. Но мать же лучше этому научит, она же с любовью это делает. А там же нет любви, там есть деньги. Да? Олег Геннадьевич, хотел спросить. Вот вы сказали, до 12 лет ребенок развивается в разные кружки. В те ходят, в эссе он развивается. Где та грань, как научите ребенка завершать? Учить и завершать нормально. Но не надо насиловать пред. Ну, месяц в теннис, месяц в футбол, месяц там, месяц там. И вроде бы везде понемножку, но в то же время ничего не завершено. Это значит, что надо его учить, завершать. Но пытайтесь понять, что вы его сразу этому не научите. Нужно время, чтобы он научился. Ребенок в этом возрасте хочет развлекаться, наслаждаться жизнью. Ему трудно достижение к чему-то, к каким-то стремиться достижением. Он ищет себя, что лучше. Он ищет счастье. Дайте ему счастье, но пытайтесь, чтобы он его чуть-чуть завершал. Предлагайте ему не месяц, а два, допустим, побыть в одной секции. Так потихоньку. Учите его ответственности потихоньку. Ярик Геннадьевич, второй вопрос, короткий. Не понял. Вы рассказывали свой случай в детстве, про то, как пришел ваш папа, стукнул там ремнем по спинке кровати, слава богу. А когда, вот, не понимаю, как можно мальчика учить путем силы, но не применяя силу, вот немножко ясно. Мальчику надо применять силу. У меня, например, папа дал подзатыльники в детстве. Но это такое некомфортное состояние. Ну и хорошо. Зачем мужчине обязательно комфортное состояние? Я вам сейчас приведу пример. Смотрите. Мужчине хорошо спать на твердом. Он тогда становится здоровым. Ему хорошо под холодным душем стоять, он становится здоровым. Мужчине хорошо иногда поститься, он становится здоровым. Мужчине хорошо попадать иногда в лес на день, погулять там, полазить, он становится здоровым. Все это женщине – это вред. Спать на твердом женщине – вред для здоровья. Кушать грубую пищу мужчине – здоровье женщине – вред. Стоять под ледяной водой для женщины – вред, для мужчины – здоровье. Мужчине все, что не комфортное, это для него жизнь. А для женщины жизнь – это комфорт. Спасибо. Что касается наказания, то надо с добрыми глазами щелкать ребенка по заднице. И щелкать крепко. Глаза должны быть строгими и добрыми одновременно. Мальчика надо обязательно наказывать силой, не надо бояться этого. Но надо делать это с добрым сердцем. И тогда не с ненавистью и злобой пытаясь его победить, а просто наказывать его с целью того, чтобы он понял вашу решимость, чтобы было так. У вас есть решимость, вы шлепаете, и он понимает, что у вас больше силы, чем у него, и соглашается. Мужчина уважает всегда решимость. Слова ему неинтересны, важна решимость. Мать может наказывать сына только решением свободы. Закрыть его где-то, не разговаривать с ним. Он тогда тоже понимает. Но если женщина начинает бить мальчика, она делает в нем агрессора, ждает в нем агрессора, насильника. Потому что мужчина никогда не согласится с тем, что женщина сильнее его. Он, это вызывает в нем протест, гнев, и он начинает с матерью сражаться за последнего, понимаете. Или она ломает его как мужчину и делает из него тряпку, или он ломает свою мать. Таких отношений женщина никогда не должна устанавливать ни с сыном, ни с мужем. Если вы видите, что муж рассверепел, уступите ему немедленно. Не пытайтесь с ним сражаться. Это приведет к разрушению ваших отношений, сто процентов. Есть две причины, почему мужчина бьет женщину. Первая причина, что она не может его воспитывать, она унижена перед ним. Вторая причина, она ему не уступает никогда, вызывая в нем ярость просто. Если к петуху подойти и показывать ему свой боевой дух, он будет с тобой сражаться, хоть ты слон, не имеет значения. Мужчина не может уступать в сражении. Будет сражаться для его природы. Женщина не должна сражаться с своим мужем. Она должна уступать, когда видит, что он в гневе. Это признак ее разума после всего. Уступать не означает проигрывать. Женщина может уступить, потом плакать и выиграть ситуацию с помощью слез. Мужчине даже понравится, что она так выиграла ситуацию, он будет доволен этим. Мужчине не важно выигрывать, ему важно быть сильнее просто. Женщине важно выиграть в отношениях с мужем. Ей нужна победа. А мужу нужно просто уважение его силы. Например, муж говорит, мы перестаем покупать всякую ерунду, с этого месяца не тратим деньги зря. Женщина говорит, согласна. Сила проявлена, она подчинилась. Он такой, ааа, все успокоится. Она подходит к нему, давай это ребенку купим, вот это нужно для школы. Он говорит, ну ладно, давай. Потом подходит, говорит, мне вот это надо купить, нижний белье давай. Ну давай, купим нижний белье. Все то же самое. Но закон не тратит деньги. Ваш вопрос по детям. Да. Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Да, спасибо. Вот, за лекции, за все, что вы для нас делаете. А вопрос я такой хотела задать. С какого возраста ребенку можно показывать духовные, благостные фильмы? Потому что вот я вальдорфскую педагогику немножко изучала. Самый ранний возраст. Вот. Спасибо большое. А как вот, ну, можно как-то там по времени просмотра вот для ребенка? То есть в каком количестве? Ребенок не может удержать внимание. Если работает фильм, какой-то телевизор, то ребенок просто играется в этом месте. Он не может удерживать внимание. Он удерживает внимание только на том, что связано с его природой. Например, если он видит там куколку, он сразу раз, это его природа. Игрушки, пища, это его природа. Он раз, привлекся. Куколки нет, он как бы не смотрит. Но сама атмосфера, это то, что воспитывает его. Понимаете, важно не то, чтобы ребенок обязательно смотрел этот телевизор, маленький там, три года, четыре. Важно, чтобы он игрался там, где вы его смотрите. Потому что в это время он пропитывается духом вашей нравственности. Когда вы чувства нравственно испытываете во время фильма, эти чувства пропитывают его до отказа. Но он даже об этом не догадывается сам. Он просто, он как бы становится таким человеком. И все. Понятно, да? Да, спасибо большое. Это очень важный вот был ответ для меня. Спасибо. Мне тоже важен ваш вопрос. Спасибо вам. Здравствуйте, Алик Геннадьевич. Вопрос такой. Дочери 12 лет, и кроме нашего дома, где мы живем, она очень часто, очень много бывает у бабушки. И дело в том, что бабушка, ей во всем с рождения потакает, не, так скажем, балует, и не позволяет в их доме мне ее как-то отдергивать. То есть, чтобы шума не было. И, соответственно, получается, там она себя ведет как нахально, а дома вот за порог выходит, и со мной нормальный ребенок. Не вырастет для нас измерки. Спасибо вам за этот вопрос. Это важный вопрос. Бабушка и дедушка для детей – это что? Это свобода. Бабушки и дедушки насколько сильно любят внуков, и любовь у них корыстная очень к внукам. Очень корыстная, и они очень привязаны к внукам, потому что человек с возрастом начинает сильно привязываться к маленьким детям, потому что он привязывается к следующему своему телу. Чем старше человек, тем больше нравятся дети ему, и он очень сильно вожделеет по детям. То есть ему хочется наслаждаться детской энергией в пожилом возрасте, потому что это приводит его к следующему рождению, в человеческом теле уже. Это неизбежно. Поэтому бабушки и дедушки для детей – это отпуск от воспитания. Вы знаете, что отпуск не должен быть слишком большим. Поэтому когда дети долго гостят у бабушек и дедушек, этим разрушается их личность. Дети должны мало гостить у бабушек и дедушек. Это ответ на ваш вопрос. Но вы не найдете ни одну бабушку и дедушку, которые бы смогли правильно воспитывать детей. Есть две категории. Одни слишком строго с ними себя ведут, потому что не могут с ними справиться и нервничают. А другие слишком лояльны, потому что обожают их. В целом надо понять, что для того, чтобы воспитывать ребенка, нужно иметь достаточно психической силы. А пожилые люди не имеют достаточной психической силы, чтобы воспитывать ребенка. Их психическая сила уже слабая. И поэтому они не могут их воспитывать, они могут их только поощрять, баловать. Поэтому детей надо отдавать бабушкам и дедушкам, чтобы они расслабились немножко. Это тоже хорошо. Но потом надо их забирать. Родителям от природы Бог дал ответственность перед детьми, а не бабушкам и дедушкам. И если бабушки и дедушки не дают вам воспитывать ваших детей, отстаивайте эти права с помощью внутренней силы. Дают спасибо, но когда я одно время хотела как-то ограничить, так скажем, да, влияние, мне показалось, что я лишаю своего же ребенка любви, которую она получает от бабушки. Не лишайте, дайте какое-то, поставьте какую-то границу, предел какой-то. Все понятно, спасибо большое. Допустим, если вы не даете сотруднику уходить в отпуск, это значит, что вы его разрушаете. Он должен отдохнуть, побыть где-то там, где его счастье он получит. А потом опять на работу. Но отпуск это же не 12, не 6 месяцев в году. Так? Да. Ну вот и все, ответ на вашу. Отдых. Ночевать дома. Ночевать дома — это важно, да, потому что во время ночи человек не защищен. Психика ребенка должна быть защищена только родителями. Можно на день отдавать там, на несколько дней отдавать назад. Но важно также знать, что в той семье, где идет духовное развитие, также в какой-то момент устанавливаются правила питания. Если правила питания ниже стандарты у бабушек, дедушек, надо просить слезно их, чтобы они кормили так, как положено, а не так, как им хочется. Допустим, если вы уже без мяса питаетесь, не надо, чтобы вы подкармливали мяском там бабушки, дедушки, ваших детей. Это сложный такой вопрос. И вопрос не того, как бабушки, дедушки хотят кормить ваших детей, а вопрос ваших отношений с бабушками и дедушками. Если вы не уважаете своих старших, вы также с ними не сможете и договориться. Надо учиться их любить. А вы дедушка? Пока нет. И что это значит? А? А, вот что, это провокация, да? Правильно сказали на первом ряду. Вы обижены на меня? Просто не согласны с чем. А? Просто не согласны и все. С чем? Ну давайте микрофончик, может я что-то не понимаю. Микрофончик, женщина, дайте. Она меня сейчас будет воспитывать. Дайте микрофончик. Она мне может сейчас что-то важное скажет. Да нет, просто я считаю, что вы насчет бабушек и дедушек не совсем верно. В чем? Ну, я считаю, что бабушка и дедушка это и учителя, и помощники. А вы как бы тут бабушку и дедушку принизили. Правильно, правильно вы говорите. Спасибо вам. Как они учат? Скажите, как они учат? Родителям часто некогда бывает. Совершенно некогда. Они учат любовью, да? Да. Так? Учат любить своих детей. Не учат любить детей. Учат любовью. Учат любовью. А можно беседовать? Микрофончик, микрофончик. Есть время просто с ними побеседовать спокойно, объяснить ситуацию. У мамы этого времени нет. Потому что мама уходит по сне на работу и приходит, например, в семь. Она растет как профессионал, например, на своей работе, да? Я профессиональный просто педагог. У меня огромный опыт. Я выстраиваю спокойно, ровно с ребенком отношения. И вот если девушка как бы жаловалась на то, что у бабушки ребенок там, ну, естественно, свободно себя ведет, у нас почему-то совершенно другая обстановка. У нас ребенок ведет себя очень как-то направленно, положительно. Мы с ним все это время раскладываем по минуткам. Вы правы. Совершенно правы. Я в Индии гостил вот в тех семьях, где другая культура. Там бабушки и дедушки духовно развитые, они ведут себя как старшие. Они склонны все равно баловать своих детей. Это факт. Но они при этом дают мудрые советы своим детям, как с ними себя вести, с детьми. Они другую грань убирают, чрезмерную строгость и насилие. Дети потому что выводят из равновесия родителей, а бабушки и дедушки их ставят на место. Родители в равновесие приводят назад. Спасибо вам за понимание, но, видимо, детям нужны все. Вот у нас ребенок родился, и ему нужны все. Это факт. Это факт, что детям нужны все. Это факт. Но все нужны по-разному. Вы все равно не сможете заменить родителей. Родители должны быть строгими с детьми, а бабушки и дедушки мягкими. И это и то, и другое нужно. Это важно для ребенка и то, и другое. Ну, можно, наверное, вот бабушкам уважать своих детей, правда? Бабушку нужно уважать. Нет, бабушкам уважать своих детей. Бабушкам нужно уважать своих детей. Это факт. Ну, вы очень мудрая бабушка. Спасибо. Вам надо лекции читать, а не мне. Извините все, что надо. Нет, о чем мне вас извинять? Я принимаю вашу мудрость. С чем я буду с ней спорить? Это будет глупо. Сейчас с моей стороны. Вот сюда, пожалуйста. Два вопроса можно? Первый вопрос. Это вальдорфская система образования. Плюсы-минусы стоит ли отдавать детей туда? Не вижу человека. Где? Я. Вот это. А, о, далеко так, да? Еще раз повторяю. Нет, я знаю эту тему. Просто думаю, как начать разговор. А у вас есть такие школы вальдорфские? Школы не есть? Предложили развивать это направление. Ну, это хорошее направление. То есть, это дает... Понимаете, там как раз вот нет оценок. Там дети творчески очень сильно развиваются. Их не мучают отметками. Они как бы чувствуют себя сильно. Но там есть один минус. Если этим сильно злоупотреблять, то дети, они перестают вообще учиться. Они как бы слишком много играются в учебу. Такое тоже бывает. Но в целом, если педагоги сильные, правильные, по этой системе работают правильно, то тогда дети... Очень творческий потенциал развивается у них сильно. И при этом они не ранятся вот этими ярлыками, двоечных, пятерочных и так далее. Но мне больше школа Щетинина нравится. Дело в том, что я живу там, где в соседнем селе он начал свое образование детское. Я знаю этого человека очень сильно. Ну, вот я с ним лично не знаком, но я знаю его систему. У меня знакомые учатся. Дети учатся таким образом, что с детства в них развивается очень сильный познавательный потенциал. Детям дается просто задание, они собираются в кучку и начинают обсуждать эту тему до тех пор, пока ее не осознают. Когда ее не осознали, они берут следующую осознают. И они осваивают школьную программу за 6-7 лет полностью. И причем они блестяще ориентируются в тех направлениях, где дети вообще не могут ничего понять. Например, они могут новую формулу вывести. Или они могут просто, ну, с нуля понять суть какого-то вопроса. Ну, то есть, очень интеллектуальное, сильное образование в этих школах Щетины формируется очень сильное сознание коллектива, друзей, очень сильно формируется чувство долга у детей. И дети вырастают уже преподавателями к 10-му классу. Это мощная система на самом деле. Она требует очень глубокого понимания детской природы у преподавателей. И преподаватели не следят просто за процессом, его корректируют. Дети сами себя образовывают. Их никто не насилует там. У них нет домашних заданий. Они учатся прямо в школе. Дома отдыхают. Потому что если человек учится и в школе, и дома, у него мозги вспотеют. И он отупеет от этого, понимаете? Человек должен от учебы отдыхать когда-то. Он должен развиваться так же физически. Он должен в секции ходить в какие-то. Он должен, ну, девочка должна танцами заниматься, пением. Женская природа должна развиваться очень активно. Девочка должна учиться готовить, стирать, убирать, танцами, пением, языком. У них очень много женских необходимостей. Быть женщиной, развиваться как женщина. Современная школа не развивает женщину как женщину. Она не дает ей женского образования. Поэтому женщина беспомощна, беззащитна в жизни. Потому что женщина, чему она научилась, так она и живет. Она не знает, как ей знакомиться, как ей создавать семью, как воспитывать детей, как ухаживать за мужем, как отношения с родственниками. Ей приходится с нуля всему этому учиться, когда она уже замуж вышла. Представляете, это какая проблема? А в древней культуре были женские гимназии, мужские, потом институт благородных девиц. Девушки вырастали настолько опытными, их вообще никак не проведешь. Женщина должна быть таким специалистом в отношениях, что мужчина еще не догадался, о чем речь. Она уже его ввела вокруг пальца. Женщина должна быть настолько опытной, потому что женская природа – это природа гармонии. У женщины есть склонность к этому с самого детства. Женщина очень интуитивна, она понимает отношения, понимает, как себя вести, где поддохнуть, где сказать «нет». Понимаете, она все это чувствует, понимает с самого рождения. Ей надо это все развивать в себе, чтобы создавать гармонию в семье, в обществе, решать все проблемы, воспитывать мужа, детей. Женщина – преподаватель по природе. Женщина всегда для родственников преподаватель. Не важно, какая у них психическая конституция. Она должна учить всех. И второй вопрос, если можно, это, если, когда мама была беременна, она думала об аборте, но решила в результате родить ребенка, как это влияет на судьбу ребенка? А зачем вам это знать? Для того, чтобы бояться этого? Ну, у меня просто есть племянник такой. Ну, а зачем вам об этом знать? Чтоб напугать маму? Для чего? Ну, скажу я, допустим, вам. Ребенок будет очень выражен страх смерти. Он будет бояться всего, трусливым будет. Или, наоборот, очень сильным и решительным для того, чтобы выжить. А помочь в этом как? Просто есть одно решение для всех ваших вопросов. Вы пытаетесь механически развивать все и помогать во всем индивидуально. Это неправильный путь вообще в целом. Запомните, во всем, везде и всегда. Если вы хотите кому-то помочь, развивайте его духовно. Когда человек духовно развивается, его нравственность распускается, как цветок. Его профессиональные навыки, потом следующий уровень цветка. Когда человек изнутри развивается духовно, развивает себя как личность, он становится духовно развитой личностью. Нравственность распускается, профессионализм распускается. Неразвитый управленец это кто? Это тот, который насилует людей, это значит, что он нравственно неразвитый. Почему он нравственно неразвитый? Потому что у него нет совести. А совести нет, потому что он не знает, что есть Бог. Он не развивается духовно. Неразвитый торговец — это тот, кто жадничает, от себя гребет. Почему он такой жадный? Потому что неразвитый нравственно. Почему нет нравственности, нет совести? Вы понимаете, о чем я говорю? Что все развитие человека всегда надо начинать сначала. Не надо упираться в детали. Вот человек, допустим, боится всего. Начните духовно развиваться, пропадет страх. Идите просто всегда простым путем. Простой путь — это духовное развитие человека. Все остальное приложится. Спасибо. Олег Геннадьевич, большое спасибо за эти семинары. Я услышала ответы на многие свои вопросы. Есть одна проблема, которую я не могу решить. Это связано с моим сыном, ему 11 лет. Вы знаете, в пытку превращается каждый прием пищи. Идолог категорически отказывается. У него значит слабый огонь пищеварения. Я вам подскажу, что делать. Есть три вида масел, которые человек, когда наносит на тело, он усиливает пищеварение и клеточное, и желудочное, и все виды пищеварения. Вообще, наносение масла на тело — это важная процедура для здоровья. Некоторые люди думают, что должно быть меньше масла. Это глупость. Должно быть меньше мясного жира, чтобы не было атеросклероза. Масло же оно всегда дает здоровье. Итак, масло наносить на тело надо с утра. Есть три вида масел, и вы выберете из трех по самочувствию вашего ребенка. Первое — кокосовое масло, второе — кунжутное, и третье — топленое сливочное масло. Три вида масла на три разных конституции человека. У нас есть три конституции, я не буду об этом говорить. У каждого одна из трех. И одно из трех видов масел должно подойти. Я это утверждаю, потому что я это серьезно изучаю. Итак, вы наносите масло ребенку, помыв его под душем. Потом наносите масло, он входит в масле, там минут 15-20, и опять под душ. И можно делать курсы там, в заместе с того, когда он капризничь начинает. Если он не хочет это делать через четыре дня, значит, четыре дня наносите, четыре дня отдыхаете. Потом через три курса большой перелив. Как только вы выберете масло, как его выбрать? Если нанесли масло, ему плохо целый день, но не так хорошо, он не чувствует силы. Ему не нравится это масло, значит, не его. Если он чувствует силу, ему нравится, нравится, как бы, в этом масле, после него, у него пошло пищеварение, аппетит, это значит, что масло. Вы выберете несколько раз попробовать, с этих стрелок одно подойдет. Когда вы выберете масло, то вы решите все свои проблемы. Выйти просто его по утрам мазать маслом, и он будет, начнет кушать, потому что он не хочет по той причине, что у него нет огня пищеварения. Костер не горит внутри, понимаете? У него холодный организм, не хватает огня внутри. Огонь наполняется огнем организмом с помощью масла. Понятно? И пищу надо также делать более маслянистой для него. А слоев он это подходит? Да, это подходит всем. Много огня. Надо исключить, если человеку жарко постоянно, надо исключить из пищи следующие вещи. Первое, красный перец, второй, болгарский перец, третье, жареные помидоры и томаты. Можно оставить свежие помидоры. И четвертое, жареную пищу. Если человек все это исключает, он становится здоровым, если ему жарко. А если при этом он не становится здоровым, то ему надо начать есть как можно больше сырой пищи, как можно меньше вареной. И тогда он выздоравливает. И это последний вопрос по здоровью. Натирать маслом, вы не сказали. Это нужно все? Все тело, кроме волос. Спасибо. Да? Ваш вопрос, да? Здравствуйте. Очень благодарна за все знания, которые вы передаете нам. Хотела такой вопрос задать. Что делать или как искупить вину, если уже били ребенка до 5 лет? Причем девочек? Ну, ничего страшного. Не надо ничему придавать слишком большое значение. Вот все, что я сказал, все ваши ошибки исправимы. Как? С помощью любви, заботы и покаяния. А если не получается, зная уже эти знания, пока еще до сих пор не получается как-то себя контролировать? Я тоже знаю это знание, но я тоже полностью не контролирую себя. Я уже 20 лет изучаю. Вы сколько? Год. Год. Ну, значит, у вас все впереди. Но как бы полностью контролировать себя все равно невозможно. Будут какие-то ошибки, и надо раскаиваться просто в них. И все. Вы же хотите просто счастья, а я хочу жизни. Жизнь означает, что есть ошибки. Это неизбежно. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. А где человек-то? Я не видел. Здесь вот. Да? Да. Спасибо вам за лекцию. У меня вот такие два вопроса по поводу дочери, которой 5 лет. Я, в принципе, уже что-то понял, но хочется еще от вас услышать тоже дополнительно. Дочь – это всегда для мужчины очень много любви и счастья. Ну, так оно и есть. Ну, так же есть какое-то беспокойство. И беспокойство также. Беспокойство. Там где любовь и счастье, там и беспокойство. Беспокойство от того, что она категорически не любит проигрывать. Когда она проигрывает или в игре, или в состязании, она как бы это дело сразу прекращает. Что еще раз? Когда проигрывает, она прекращает этим заниматься. А, для женщин, девочки – это нормально. Проиграть и больше этим не заниматься. А нужно вырабатывать в ней прибивку от проигрыша или нет? Не, не надо. Не нужно? А мальчик надо тыкать носом. Давайте ему еще раз проиграть, еще раз. Пока не выиграет. Пока не выиграет, да. Вы знаете, вам не надо воспитывать девочку вообще. Лезть вообще в эту тему. Да я знал, что вы так скажете. Вы ее уничтожите. Это дело вашей жены. Так же, как мальчика воспитывает отец, девочку воспитывает мать. Отец балует всегда девочку, мать строго себя любит. Можете баловать ее в сфере, в меру своих возможностей, допустим. Или отец становится узурпатором для девочки. Он начинает ее просто строго с ней. Это две грани привязанности. Или сильная строгость у отца, или сильная привязанность ей баловать. И то, и другое разрушает психику девочки. Надо поменьше трогать отношения с ней. Просто любить ее, но чуть-чуть держаться со стороны, чтобы дать маме ближе быть к ней. Понятно, спасибо. А вот второй вопрос. Если отец балует, мальчика балует? Мальчика балует. А вы как к нему относитесь? Нет, нет, не так. Все наоборот. Если вы мучаете мужа, то муж будет баловать мальчика. Кто-то же должен быть в семье счастливым. Нашли ответ, нет? Пока нет. А я нашел, глядя на вас. Я бы не смог, наверное, так жить, как ваш муж. Вы же очень строго с ним у себя ведете. Нет? А как? Ну-ка, ну-ка, давайте сейчас включим это. А как вы себя ведете? Очень лояльно? Мягко? Все ему позволяйте. Все ему позволяйте. То же самое эффект. И он тоже начинает все позволять вашему ребенку. Вы должны понять, что вы являетесь инициатором поведения вашего мужа. Вам надо учиться его воспитывать по-доброму, мужа. Он будет воспитывать вашего сына. Понятно? Спасибо. Видите, вы или очень строго с ним ведете, или ему все позволяете мужу. Это слабость сердца. Все сели прямо. Я считаю целью своей жизни донести до вас, что смысл человеческой жизни, его достижений святости, поисков своей веры, и установления отношений с совестью, которая живет прямо в нашем сердце. Если человек не занимается этими вещами, то все, что остальное он делает в сфере своего образования или развития в обществе, все это бесполезно. Потому что именно духовное развитие является основным, потому что мы души в природе. Душа должна стать душой. Она должна осознать себя как душу. Именно духовное остается с нами навечно. Идет в следующую жизнь и в следующую. И это никогда не разрушимо. Вложение в свое духовное развитие является самым богатством большим, которое никогда не оставляет человека. Да, мы уходим из этой жизни, мы пришли голенькими, уходим голенькими. Если мы стали директором завода, то мы завод с собой не заберем. Но мы заберем с собой способность прощать, любить, ответственность заберем с собой. Веру в Бога заберем, способность работать над собой заберем с собой. Мы заберем с собой совесть, ливость, честность, глубину внутреннюю. Мы заберем с собой свою веру, если мы ее нашли в своей жизни. Таким образом, это непотопляемое богатство, которое надо вкладывать в свои силы также. Надо заботиться о будущем в своей жизни. Потому что жизнь вечна. И нужно только на повседневных делах сосредотачиваться. Это признак неразумности и несчастности также. Счастье кончается у того, кто не работает над своим счастьем, своим сердцем. Жизнь — это наши связи в сердцах. Они должны с помощью жизни в сердце также и культивироваться.